доброе утро вам геннадий доброе утро до ситуация такая сложилась вчерашней ситуации с газеты я сам не высылаю как-то я особо так не продвинутый в этих технологиях ну нашим ребятам говорю дал имейл с утра раннего как только получил от вас ну и пока не проконтролировал а потом вы мне сообщаете что не получили газету я давайте все связывать тот уехал того нету вот но не знаю даже через другого переслал вам не зая получили или нет вы газету а вот я сейчас перед вашим звонком сижу и уже считаю а значит получили до краса вселенской церкви об апостольской как раз считая вы звоните в это время а у нас сегодня праздник жатвы был вот я вам там написал что такое ну и такой как обычно день напряженный много информации там много встреч и так далее все вот только домой приехал сейчас так немножко отдыхал вот слушал вашу вашу беседу с отцом наумом вот с грузии с грузинским ну так вот что вот второй день уже вот вернее игру вторая встреча ваша твой через день все но слушаю рассуждая а тут вас думаю сегодняшний вечер завтра трудовая неделя бог знает там когда мы найдем возможность встретиться конечно если вы будете у меня вот если я конечно не отрываю ваши обстоятельства нормально все а вы я хотел спросить попутно не забудьте о чем говорили вы отца наума то знаете кто он для меня ну по тем роликам и по тем по той информации которую я взял что он просто через ваши одну евреи что он обратился через общение с вами и сейчас он священник там в тбилиси когда вы ездили в грузию то я видел как вы там встречались тогда все понятно говорите что хотели до этого слава богу у меня вот такой вопрос несколько вопросов есть они могут для вас будут не трудны как вот вы ответите вот смотрите священные писания до апокрифы до которые на которых вы ссылаетесь иногда предания каноны от те которые допустим соборные были выработаны все это различные вот они имеют равную как бы юридическую сторону то есть можно ссылаться на законных основаниях и в действии на все это или все же какой то есть ранг что-то более что-то менее так повторите пожалуйста что вы имеете в виду когда говорите апокрифы в данном случае в контексте имеют не канонические книги сирахова там вот эти да 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 я читаю у меня есть у меня вот есть библия с не каноническими книгами я читал как бы немножко знакомым конечно я отвечу вам они никогда не считались апокрифами а если вы их назвали апокрифы и теперь будете их называть а это не изменит почему апостольская 85 5 правило перечисляет книги которые собор принял поэтому когда мы разговариваем с сектантами ну да независимо баптисты вы только не удивляйте что там так принято вот они называют их что это апокрифы мы говорим на каком основании они ничего не могут сказать и вообще знания никакого нету я говорю скажите а вы почему признаете только 4 евангелия ну как в библии написано так не годится я спрашиваю когда было принято евангелий было около 20 евангелия басилистка евангелия евреев евангелия там иуду уже нашли как вы узнали то не могут ответить это все сделала вселенская церковь были собор и правда на это ссылается профессор владимир филимонович марцинковский я думаю он вам известен да да я читал он говорит что существует предание о том что в церкви это было как житие святой всехвальной эфимии узнать какая истина то где взяли все эти евангелия вместе положили на престол там где совершается литургия самый главный престол это алтарь это все помещение где священники и положили запрещали алтарь никто туда войти не может ну давайте молиться будем кажется три дня молились пришли все валяются на полу а 4 евангелия матфея марка луки и она но марцинковский добавляет но если это предание неправильно то наш разум подсказал бы не может чтобы разум не подсказал что именно эти почему об этом иоанн златоуз говорит вот в одном евангелии фомы написано когда иисус был маленький они были дружки с иудой вместе и как гребетишки играли пятилетние знаете лепили голубей но у христа то голуби то лучше получались а иуда злой был он вставал и ногами топтал их а христу то вроде бы жалко было он подбрасывал их и они махали крыльями и садились верху сверху окна но он говорит конечно это занимательно это господь мог сделать но написано в кане галилейской он положил начало чудес все все остальные чудеса до канны мы должны пустить под нож быть наш разум должен подсказывать на основании света библии вот как поэтому и такие самые великие светила христовой церкви как ян златоуз василий великий григорий богослов и прям серен блаженный августин и раним стридонский то всех перечисляем все пользуются мне каноническими книгами сирахова все до единого не пользуются они третьей книгой ездры но в церкви что интересно добавить сразу книга откровение и она богослова апокалипсис дольше всего не принималась в канон не могли понять ее она божественная не божественную и наконец ее приняли но это было уже принято позже кажется владикийском соборе я могу все это выставить какое правило но это прошло 300 столетий и и и так закрепилась по сегодняшний день в храме откровение не считается так вот я и удивлен был когда я извиняюсь я перебил вас феофилак то я читал и не все я читал просто я хотел именно те интересующие меня вопросы по откровению я хотел найти и что интересно вот сколько я на интернете перерыл информации книга книгу откровение он не толкует сейчас тот вопрос который говорил я добавил а теперь этот надо в володе сейчас потом нет никак это не сделать не сделать подождите минутку прям я сниму спорта сейчас я вам покажу чудо а чудо такое мне господь позволил издать новый завет полное толкование не знаю вам видно нет вижу вижу да я их и видел раньше да вот это это толкование с откровением блаженный афилакт он заканчивает евреями больше дальше не идет а это откровение это андрей кесарик аппадокийской первый был его по частям толкует ефрем сирин папий иерапольский то есть это знаменито такие кирилл иерусалимский и вот в моем доме обратился может даже встречали тут один минонит геннадий фас вы его запишите фас известная фамилия я знаком с такой фамилии вы его в интернет зарядите геннадий фас он был генрих а в хрещении дали имя геннадий ему я помню вашу встречу с ним в вашем путешествии господь мне благословил издать его как она книга это выглядит вот она закладками видите три книги и все даже закладки разные а что это означает эти а вижу да да синий а российский флаг да 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 синий белый я объясняю что самый меня видите одно на другое накладывается лучший флаг в мире красная кровь помышляя о небе и белый престол такого флага не было это вне национальный вне религиозный божественный флаг это я легко докажу теперь откровение он начинает геннадий когда он закончил он до этого был преподаватель томского университета для обращения немец моем доме он пришел ко христу и после этого он заканчивает семинарию академии он магистр богословия и вот он три года работает собирает из всех святых отцов какие были которые были высказаны будет одно третья глава толкуется сохранилась вернее потери во времени добыли жгли библиотеки и он ее заканчивает а 430 страниц получилось и она это толкование в третьем томе за 2000 лет чтобы в одном комплекте было издана ни запада ни восточной церковь не издавали это мне господь позволил и самый лучший иллюстратор гюстав даре и мы его 230 картин полностью все раскрасили полный лист 230 230 иллюстрации в этой же книге и 10 и из этой вот я покажу просто снимает чтобы ему было видно вот это 240 иллюстрации эти книги подарены видели библиотеке путина президента россии стоят у это патриарха то есть я второе это издание сделали она лучше самого лучшего по восьми параметрам вот какие-то места описания допустим ну а чем главное выделил он настаивает о том что мы должны проповедовать евангелие знать библию я сейчас прочитаю предисловие потом мы вернемся на первое вот послушайте какое предисловие мы сделали по благословению преосвященного евтихи епископа ишимского и сибирского вот мне трудноваться смотреть а так прочитаю читателям предлагается первая книга трехтомного толкования нового завета составленная блаженным феофилактом в 11 веке на основании творения и она златоуста и их святых отцов православной церкви живших ранее считая эту книгу вы обнаружите что блаженная феофилакт очень часто говорит об исключительной необходимости изучения священного писания и обязательности проповеди для всех христиан и пастырей и мирян так что если бы не указывать автора этой книги блаженного феофилакта благочестивые православные наверняка бы заявили что это пишет баптист или другой сектант в связи с этим словам о библии и проповеди добавлены комментарии это я сделал комментарии о современном положении православной церкви то есть аховое положение по этим пунктам и уклонение ее православной церкви от святоотеческого пути приводится также толкование на откровение она богослова составлено протоиереем геннадием фастом 1980-х годах на основе всех известных святоотеческих трудов с учетом и опровержением многочисленных сектантских толкований все тексты священного писания даются только на русском языке тексты нового завета расставлены в соответствии современной традиции разделения на стихи с указанием их нумерации это предисловие и вот я просто хочу показать как вот где места описания вот видите как я выделил то выделенных черным шрифтом да 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 крупно так выделил специально вот и на эти места вот внизу вот я пальцем показываю написано и элла ты игнати лапкин я свои комментарии на эту тему где он говорит феопилакт что говорили другие отцы янкра штатский что говорил там другой святой отец и добавляю положение сознанием положение сегодняшний 297 комментариев получается это пол книги почти занимает тоже так никто не издавал вот чтобы выделить эти места вот я разговариваю со священником да у меня блаженна феопилакт есть да правда есть есть я говорю вы считаете ну конечно то есть не считаете уже знаю я когда показывают эти места книга то в магазине а у меня такого нет открывает звонит так у меня это есть видите что значит выделить и ударить по глазам да 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 вот тогда понятно где бы не открыл в любом месте везде я это эта тема касается вот она на ветках испещрена то есть такого издания не было до 2000 лет и ну библия стоит библия стоит он горит я считаю библию а значит то я понимаю это библию то надо теперь когда она в толковании человек берет толкование не во внимание как у баптиста сколько голов горит столько умов а конкретно счет как от людмила плет слышали может такую она об этом как раз и говорит все дух святой имеют баптисты сидят по разные стороны друг друга не понимают пендесятники все друг против друга но где же истина мы знаем где усиленской церкви и вот это толкование вот которая изданная вот она у меня ну мы вторым изданием издали его с надеждой что это пробудет стерста людей надежда оправдались сейчас у меня столько запрашивают и разных стран и везде ни одного опровержения по сегодняшний нету это настолько качественно сделано и эти книги они в интернетной версии на моем сайте смотрите сайт игнати лапкин и там книги но чтобы иметь но это высылает вот она у меня стоит вот этот трехтомник раздавали мы я 90 процентов книг на библиотеке только бесплатно отдают чтобы не думали что я тут корыст какая-то а 10 процентов это который частном порядке вот такие вот это 75 евро три тома как аж это цена то они почти меня в два с лишним раза дешевле их магазинной стоимости ну и пересылка я скажу что в баптисты которые натыкаются на эту дают самый положительный эффект почти половина из них получившие перешли православие и теперь лучшие проповедники православия и притом без моего вмешательства просто играть мы это не знали мы не знали мы вернемся давайте к неканоническим книгам но вроде как бы затем вопросом понятно вы мне объяснили как относиться к этим книгам эти книги на равных на них со священным каноническим писанием 2027 я и ветвий завет вот согласитесь юрий что цифра 77 66 разница да да православные 70 книг а протестанты 66 но вселенская церковь я имею ввиду католическая православная григория армянска коптка сирска это одно одно идешь не надо разделять от церковь одна это разделение по областям по ним каким-то разность там филиоку там разные это никакого значения не имеет все издают только 77 ни разу за 2000 лет никто из них не издал 66 это только протестанты и на каком основании они не знают я говорю а почему они называются не канонические да они апокрифы да вы в словарь посмотрите афок а коп апокриф это подделка это церковь с первого века самые знаменитые проповедники всемирно известны и они глупее вас были апокриф означает они чуждые они поддельные они канонические не вошли в канон мы спрашиваем почему в канон не нашли за канон было взято то что сохранилось у евреев а и книга сирахова теперь найдено на еврейском языке часть даниилова главы найдены 13 14 главы а у протестантов только они 12 глав вот и весь ответ единственное что не найдено и печатается на на латинском языке третья книга ездеры но что интересно православные когда печатали первый раз издали у них был неполный свиток там пропуск вырваны и так и издали там 105 стихов 7 главы третья книга ездеры вульгата и сегодня брюссельское издание выходит в полном составе брюссельского я уже вижу я по внешнему виду определяю вот так вот так и гаездры есть вот седьмая глава которых там 100 100 стихов которые нет православной нет когда издавали православные страницы в это все кто агенте отсутствовали 16 глав да 7 глава и там 100 с лишним 3 3 книга ездры 7 глава 7 глава а если он значит 16 глав содержание 16 это все правильно но только в библии брюссельской в седьмой главе в седьмой главе в одной сто семь стихов больше пророческие стихи когда православные издавали степту агенты там не было вырвано было я небо а никто про это не знал что они сохранились у рима вот допустим у нас 12 томов толкования и она златоуста 12 начиная с 6 тома это паш седьмого тома пошел новый завет седьмое это толкование матфея и каждый том это примерно 800 50 900 страниц это надо понимать какой это труд все до одного стиха евангелия от матфея вы бы хотели знать конечно скажете тем более златоу самый плодовитый теперь седьмой том мы посмотрели восьмой том деяния апостолов и там кажется до колоссин девятый том от колоссин до евреев а десятый а вот теперь дальше и смотрим он толкует бытие самые знаменитые его труд это 5 тома златоуста толкования псалтыри но она тоже скачет 105 псалом и сразу 107 где утеряно 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 утеряны толкование зигамена там беру там разное но златоуста нету определенных нет почему на первую очередь не все записали когда он проповедовал были такие скорописцы нотари и они сидели ну как бы быстро ты не писал это не магнитофон это не могу и и тут же они у входа сразу продавали потому что когда златоуст проповедовал закрывались судилища закрывались комитеты все базар останавливал работу и все спешили чтобы услышать касалось всех и вдруг его не надо ваня маня как понимаешь это не годится есть соборный разум вот эта соборная церковь приняла я это обратился у писятиков а там было разные разные там где-то и как я начал смотреть гляжу они по-разному понимают я сразу первая мысль была не может быть что дух святой открывал по-разному я стал молиться мне всего только внутри месяца как я обратился хотя мне 23 года я младенец я думал ну как найти мне истину я хочу знать правильно толкование они какое попало я сижу ну господи открой мне а сам сижу вот так за столом у кого я обратился еремеев михаил александр а у него стол клеенка в клеточке и мне мысль такая клеточки это года каждому здесь были верующие и меня как вот интересно бог делает перед глазами как бы всплывает я не вижу ничего в мысли все я с вами во все дни до скончания века я понял это центральный стих что господь был в одной клеточки второй год третий двухтысячный 1962 когда обратился каждая клеточка один год все я с вами то есть нет ни одной пустой клеточки без христа но когда я обратился в это время было 350 разных названий горди номинации это не не динамации это секты от отколовшиеся я тогда беру 1930 год 13 там 130 всего значит меньше но где я знаю тут есть среди 130 у кого-то истина но у кого я должен все 130 их перемалывать узнавать я решил другим путем идти я разбегаясь еще наконец-то хожу до первых веков 3 там ересь возникла уже я наконец еще спускаюсь нахожусь церковь единая вселенская вот теперь господь дай мне это толкование которое было там в первых веках и тогда вот господь все это делает внезапно наш корабль ломается ломается там что-то и из латвии и мы нам перегонять надо по балтике я теперь уже все это рассматрив клайпеду литва я еще ничего не знаю но молитва моя перед богом я долблю и долблю господи открой мне где это толкование я даже не знаю как называется я просто прошу толкование когда было одно если там была ложь на счет ложь во вселенской церкви быть не может он сказал я с вами видите какой простой метод у меня и я дошел до этого мы едем попадаем шторм вот когда павел плыл и теперь мне все а я учусь высшем мореходном училище там кто но я потону мне не поможет что я спортивный такой и я на корабле уже тогда молюсь господи я ведь не узнаю как это истина я и другим не передам а люди то заблуждаются заблуждаются очень сильно там именники они во имя иисуса христа крестят никакой троицы нету я к ним дом хожу считаю все книги бог дал мне память я просто с налет ухватываю стихи проповедую баптистов с кафедры но проповедовать мне бог не позволил неправду проповедовать я только говорил о нравственности тут это все было понятно и вот мы я маленько расширена хочу сказать в клайпеду сошли в доке работают я же не ремонтирую я свободен я беру пропуск в город пошел где же мне прислониться то и вдруг там есть старообрядцы без поповского толка поморцы я с ним познакомился а он такой а кладистая борода у него на у меня-то бородка я на военном билете с бородой уже был вот и он приглашает меня к себе домой и я гляжу у него стоит а что это блаженный фео филак я не знаю не слыхал это оттолкование на библию а у него две девушки мне 23 года им там 18 19 лет я сильно косы любил а у них косы до пояса вот такие вот косы русы сами ну русский человек не испорченный северный народ ну и видимо у него были планы на меня какие-то все это но он мне дал это я скорее бумаги попросил начинаю конспектировать они один раз передо мной девица прошла я никого не вижу они обеда зовет я не обедаю потому что отремонтирует корабль мне уходить он видимо посмотрел на меня думает парень то совсем поехал у него книга стоит и он ни одной буквы с нее не выписал а я стращу и стращу как могу быстрее наконец захожу до 24 главы матфея то там пророчество только успел записать нам говорят мы уходим я больше не имел теперь у меня я знаю что искать мне нужно искать блаженного феофилакта вот и я его найду потому что бог то слышит и найду я его уже в новосибирске спустя два года но тут я его конспектирую полностью дой с евреями вместе и когда я это узнал вы бы знали мое состояние какое я вдруг почувствовал себя самым богатым среди всех кого я знаю а богатая богатство такое которое привык раздавать а у меня близко общение с баптистами я встречаюсь дают проповеду я стал говорить это они видят разночтение в одном месте предупредили в другом люди стали приходить к православию как волна и они дали указ всех б маловузовская 3 не давать нигде лапки на разослали особую свою папцию энциклику но уже было поздно самую большую роль в моем воспитании сыграл пресвитер баптистов и евангельских христиан всех б зарегистрированная которая была в пензе ульянкин пётр михайлович он дал мне журнал в америке можете найти называется ревнитель миссионерский журнал дореволюционный лазарь кунцевич издавал его ревнитель журнал очень большой такой как раньше баптист издавался такого формата больше огонька и подшивка была за год я как в нее в них он мне дал то он не ожидал какой результат я его законспектировал и в кратком виде размножил не помню 5 или 7 экземпляров и в разные города родным разослал спрятать потому что если меня арестует я могу что-то забыть хоть в одном месте но сохранится видите я все как делал как мне горит прирожденный революционер я делал все так чтобы осталось наконец я вот стал конспектировать всего на развернутом листе и помещается в кулаке лишь бы места описание а дальше остальное я уже восстановлю и стал везде это говорить и с этим я прожил 53 года не изменяя ни одной буквы в разных университетах милиции воинских частях радио телевидения то есть нет ни одного места завода фабрики где бы я не проповедовал конечно как православный но и кремить баптистов я никогда не буду я им просто говорю вы не церковь вы получите рукоположение у вас все чисто учение правильное но толкование у вас расползается они говорят а что по вашему лучше библия или толкование вопрос да толкование то не может без библии быть вы задайте вопрос что лучше библия или библия с толкованием вселенской церкви а то библия или толкование толкование это сам по себе нащенного толкования то если библии то нету конечно библия с толкованием вот почему шестой вселенский собор вселенский девятнадцатым правилам запретил учить вопреки вселенскому разуму ни в церкви нигде как истолковали святые отцы дабы не увлечься в сторону в баптистское учение я от последней до последней бухвы и журналы братский вестник вестник истина то у меня все есть подшивках я сам переплесчих реставратор так что упрекнуть что я не знаю их знаю и скажу что проповеди у них на 95 процентов правильная примерно это не адвентисты и поэтому журнал братский вестник я доставал в советское время и где был хоть один номер старался оставить и делал сравнение журнал московской патриархии это земля и небо настолько невозвышенно там карев был его правда клеймили от александр васильевич кажется звать его было да вот что он не не такой там и проще вот я еще бойко у меня книга ездит а бойко знаю вот а повыше поднимите да да вот 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 но я лично с ними знаком был я к ним всегда заезжал туда вот это господь так делает меня вел господь необычно через смирение я нигде ни разу не восстал не разобравшись до конца сижу в доме там были именники другие я все конспектирую все книги были адвентистов седьмого дня там и гавистов я старался не понаслышке а с ними встречаюсь вот у них которые там башня там стражев что у меня целая серия большая и при том эти книги эти брошюрки я раздаю среди православных показы где неправильно вот рогозин павел иосифович я думаю знаете вот его книги существует ли загробная жизнь совокупность совершенством меня эти книги были поставлены в обвинительном когда меня судили я их знаю почему потому что я их насчитал на пленку рогозина и распространял у меня была самая большая фанатека в россии проповедей ярлы николаевича пести это не просто а понимаете было очень трудно тогда достать я порадовал и наконец я познакомился с людьми рижская группа была и вы можете знаете и оси бондаренко да да я встречался даже вот я разговариваю в риге да ну риска я там леоня это все его друзья были и они получали из финляндии прямо проповеди ярла пестия ярла николаевича и мы туда поехали и мы сидели переписывали переписывали и когда меня судили а в это время я их переписал на катушке а катушка 375 метров 8 часов 20 минут я их распространил не сотнями на рад тысячами всю страну наполнил ярлом пести ну у меня 10 магнитофонов одним щелчком срывались слушай 47 а было три скорости на две дорожки одновременно девятнадцатой в другом все и слушать ее восемь часов 20 минут я за 20 минут ее сделаю когда меня судили было за что судить у меня слушать ярла пести 136 часов проповедей 136 когда 1 45 минут только это маленькие они на маленьких таких кассетки были ну такие магнитофоны еще были кассетные назывались 136 это чистое прямо студийные записи а были еще где-то не было почему я люблю моего господа это был первый проповедник радио которого я услышал я не старался подражать ему не голосом когда мы лично познакомились он попросил меня уже годы перестройки были я слышал о вас вышите мне свои проповеди и я ему выслал и у меня на мои книги он давал отзывы очень возвышенные очень так что я знаю его очень хорошо чем-то я был не согласен вот такие моменты как сыны человеческие увидели сына и дочерей и выходили что-то ангелы женились на людях но это не не годится абсолютно это а он проповедовал ну мне очень он нравился и приучил православных и после службы вот у нас мы заходим в трапезную включаем ярло пестии дальше продолжаем слушать то есть как наша община нет нигде больше так меня не клеймят сектантом православное меня это не касается и он правильно говорит он правильно говорит и говорит так как и патриарх не скажет какая у него вера я как-то ехал дорогой и в купе включил один мужик послушал и говорит я не верующий но я поверил что он верующий кто говорит без веры таких не бывает речей казалось слепцу славе небо являлась дрожащая к небу рука подымалась и слезы текли из потухших очей это проповедник беда полонского якова стихотворения вот это я вам немножко тоже с отвлечением сказать каким сокровищем мы обладаем да я тоже интересуюсь этим я думаю что это просто как-то будет решить чтобы их иметь вот в продолжении вот того вопроса который я задал вот с апокрифами вроде бы объяснили да я теперь уже более понимаю как относиться к ним и как вообще сопоставлять каноны то есть мы имеющие наши для покурифы а вот предание церкви предание церкви объясните понял там чтобы вам не затратить время предание тут надо сказать когда православное ссылается апостол павел грудь храните предание хорошо делайте по преданию павел говорит апостол посланник не кица тут надо понимать что под словом предание он не имел то что напишут спустя 18 столетий он говорил о предании то есть что он устно говорил предание говорят выше писания она это бред она не выше то что имеется ввиду апостолы говорят это не предание старцев а то что павел устно проповедовал передавал а когда он это выразил в писанном виде это предание стало писанием это я говорю о библейском сегодня в слово предание вкладывается все и житья святых и патрология меня это толкование это триста того в полиантов я разговариваю с магистрами там докторами богословия скажите у библии есть сначала и конец да ни одной буквы не добавить не убавить ни одна иота не исчезнет хотя данной буквы я высчитал могу вам дать статистику сегодня я потратил много времени сколько в русской библии запятых и сколько букв в каждой книге это так вот данных таких нет вопроса я люблю библию люблю ее как моего господа и вот теперь мы мы когда открываем мою библию это ни одна иота не исчезнет а как ты знаешь исчезла не исчезла а я могу проверить на сегодняшнее издание подсказать сколько и кратко и сколько черточек исчезла они посчитаны я не занимался не один помогали которые уже на калькуляторе потом работали и вот желая издать это я понимал в народе большой недостаток в этом знании и поэтому давая это мы надеемся что господь духом святым коснется какого-то сердца вот сейчас в прошлом году у меня несколько ну правда это другие секты там новая жизнь при святера лет по десять они обратились пойти по интернету конечно получили все книги за деньги свои переслал им жизнь пошла по-другому но я каждого предупреждаю вас сейчас они готовы уже ставить священники учителька православного вас сразу папы будут про травить против меня сразу же вот это один из феноменов мировых я пятьдесят три года работы и когда выступаю визита в разных селах 440 пунктов и везде говорят на куда нам пойти я не могу показать ни на кого на баптистов других я показываю храма московской патриархии до единого это то место где меня убивают я им храма наполняю они меня убивают это вообще нонсенс и только отдельным глаза бог открывает почему чтобы я не возгордился потому что это все были бы мои плоды а я уже привыкли старого быка чем больше бьешь шкура толще мне это нисколько не помешает вот вот занявшись библии я посвятила и практически 53 года и спрашивает на ваше мнение по отдельным стихам изменность нигде и ни разу ни одного стиха почему вот господь меня привел сразу к истине и когда я это стал выступать среди баптистов говорить они стали собирать людей не было не то что там поражения ничего не было то есть они слышали и вот бы а что же наши братья так говорят да как же так вот пища не приближает и не отдаляет все баптисты я говорю не отдаляет вот так написано 8 глава коринфянского откройте пищи не приближает а где они отдаляют петь а у тебя как написано свои библии листать да нет этого откуда взяли я говорю знаю от утроба от своего чрева пища отдаляет из-за пищи адам израиль вылетел из-за пищи роптали израиль не вошел в обетованную землю и антихсис пищать путь ставить из-за пищи едим ли ничего не приобретаем приобретаете толстый живот и брюхо вот такое я вам разъяснил они едим ли ничего не теряем а что ты потеряешь что когда уже все потеряно у тебя средства выделяется ты можешь накормить нищего вы не обманывайте никого пища отдаляет а а вот это надо не надо я им пока за борода брить и я материал вам потом скину борода бить и нет этого что брились и не апостолы что интересно баптисты был журнал у них баптист баптист назывался у меня все журналы были я кое-что отвлекаюсь а потому что охота все сказать и славгороде это алтайский край был прислан пресс-фитер у них сильные были не лады и всех бы прислала им карл станиславич сеглецкий может слышали сеглецкий он из бендер где-то оттуда из этой из города очень известный служитель был очень хороший и вот пригласили меня к себе они собрались все вместе перед ними говоря я привез журнал с собой баптист и я открываю скажите а почему вы безбородая все у вас что в доме две мамы два две мамы везде вы христа изображаете почему с бородой так он был с бородой разве он не образец для нас во всем смотрите папа сикст и католики папа сикста просто сикстинская мадонна тоже с бородой это потом вели я расскажу почему я до достиг до самой этой в это почему биброды вот так при этом почему фидель кастр с бородой а собрались проповедники полный дом и никто не может ответить я говорю вы поступаете по стихии мира они по христу если бы все были с бородами как фидель кастро вы носили боборда носили баптисты мне отвечают проповедники и карл станиславич то бритый тоже я говорю вы по стихии мира да нет он горит братья он правильно объясняет нам мне до того понравилось что он он даже здесь братья сикхи они сразу голову опустили вы апостолов рисуете вот словарь ньюстрима почему апостолов рисуете с бородами так они были с бородами а вас там не было а вы то зачем бреетесь вы под кого подделать и смотрите я показываю как мировое развитие тенденция там все это фридрих ангельс у него только маленькая ямочка видно где рот борода за ним и карл марс бородка поменьше не не стриженная ленин это марксисты ленинисты бородка клинышком усы всего но пострижен у сталина одни усы за ним идет хрущев у нее ни на голове ни на лице нету это такое развитие идет это я просто увидел это дело ну и вы кому хотите подражать я открываю баптистский журнал и на первой странице молодежь сидят на коленках а другие стоят заполнена вся страница все до одного с бородами десятый год баптисты все с бородами я стал говорить у баптистов и вот один лебедев фамилия стал бороду отпускать а борода кладиста такая как на него баптисты на палец твои да ты что ты он он еще он остался баптистом никуда не перешел так они его долбили долбили хочу умереть со своим образом вот этого интересно ну бродобрития это блудодейная ерес блудодейная когда дина дочь вышла якова а ее ему схем сын и муров изнасиловал написано дина дочь якова была обесчищена ну честная девушка несчестная обесчищена вы согласны библия говорит ну да теперь когда слуги посыльная пошли канону по случаю смерти отца нааса выразить соболезнования а ему сказали это сагридатые он пол бороды взял до обрил давид не запустил земной иерусалим идите берихон пока бороды не отрастут на рамере или каждый день домой это охота вот так написано они были очень обесчищены дина обесчищена а это очень библии нет лишних слов что они были очень обесчищены слова автора это не никто не сказал это дух святой это значит это хуже изнасилования это сильно действует на сектантов когда я говорю а вы идете в небесный иерусалим вас запустят туда или нет написано и волос головы не пропадет а вы еще вы делаете у меня простые проповеди понятно я вам пришлю теперь я возвращаюсь к не каноническим книгам предание преданием вот предание смотрите начинается библия в первая бука в начале окончается мягкий знак аминь согласны все согласны я говорю он доктор богословия там профессор скажите в предании какой буквы начинается а ему вопрос такой никто не задавал он профессор осипов он не знает скажите а какой буквой оканчивается тоже не знаю то есть это безразмерная резиновая утроба они все туда все это предание так что предание мы должны рассматривать во сети бибрии кто бы это ни сказал так вы что и златоусту не верите не верю а когда не верите а потому что каждый том златоуста разбить на две части первая часть написано творение святого отца нашего и анна златоустого а вторая часть этой же книги написано спуре оттворения приписываем а святом и vue новых на автоустого разница есть а почему потому Потому что труды эти обретены, но нет подписи. И по стилю специалисты ближе всего к Златоусту. А я-то, когда считаю во свете Библии, вижу в одном месте не так, в другом. В самом Златоусте я этого не нахожу. А бывают такие тома Златоуста на три части. Спурио и последняя Дубио. Которые явно не сходятся, но ни к кому не могли отнести. А я его насчитывал 12 томов Златоуста на пленку. На моем сайте есть, там можно скачать. В аудио. На моем сайте 12 томов. Это тоже впервые в мире. И благодаря этому я пленками раскрутил Златоусту на весь мир. И всю страну наполнил. Просто надо быть талантливым, религиозно талантливым. Надо ревновать. Я знал, печатать нельзя как. А бактофоны продают. Ну вот и результат. Никогда не говорить и невозможно. Невозможно может сказать человек, не верующий в Бога. Я и Бог. А Бог каждый раз. Невозможно. А Бог. И Бог удаляет препятствия. К слову сказать, я был сторожем. Мне не давали нигде работать. Только при милиции. Что все время под надзором. А тебе было скучно? Там не скучно. Начальник политоотдела оказался моим близким человеком. И он устроил каждый воскресенье, каждый один день в месяц, собирает всех сотрудников. Я перед ними выступаю. А не работал бы, там этого не было. Это Бог так делает. А дальше через него на все пять отделов милиции. Городской и Краевой Увода. А до времени у нас 750 офицеров передо мной. Я выступаю и говорю. И братский вестник раздаю. Настолько это было необычно. Это Бог делает. А почему? Журнал Московской Патриархии это. Журнал Московской Патриархии. А главный редактор был Петерим. И журнал переводил так. Жалкие мысли Петерима. Первое слово. Жалкие мысли Петерима. ЖМП. Так вы баптиста хвалите. Не всегда. В толковании им надо перенять у православных хорошее. Ну а было, что вот его баптистам давали толкование. И они уверили, поверили в это. А другим не говорили. Были. Я говорю, а почему ты правду-то не говоришь? Ты же поверил. Так у меня до кафедры не допустят. Да зачем тебе кафедра, когда ты утаиваешь в себе? Я, знаете, у меня простые доводы. Дух дышит где хочет. Согласен, это ветер дует. Дух это ветер называется. Ты веришь в это? Да. А теперь Дух Божий носился над водой. Это о чем говорится? Это говорится о Духе Святом. О чем он носился? Как? Препятствий были? Не было. Над водой гор не было. А когда Дух Божий над нами и хочет нам, у нас препятствия. Самость, наше я. Это презрение, ненависть, ревность. Так вот это надо зажать, чтобы Дух Божий коснулся. И когда ты приравниваешься к своим «я», я скажу о меня от капельда, Бог не может тебе давать, Бог не может так обходить. Это не крыло от самолета. Подъемная сила не создает это. Смирись. И тогда Бог тебе даст. Обязательно. Обязательно. Есть такие люди, которые остались баптистами и правильно проповедуют. Правильно знаю, но только они гонимые. И что интересно, один баптист принял это, старец такой, но он с разумом. И вот он проповедует, и все слышат, такие новинки, из других мест приезжать стали слушать. Ему такие, говорят, откровения Бог дает. Мы не знали, как это истолковать. А он знает. И к нему обращает. Там, брат Константин, ты вот откуда берешь это? Ну как? Бог сильный, он все дает. Он не говорит. А другой к нему близко вошел в общение и говорит, ты вот сегодня проповедовал так. Я никогда не слышал, и все местописания не противоречат. Я тебе скажу. У меня книга есть, называется «Епископа Виссариона». Это толкователь-то. А он из лотоуста взял-то. Я, говорит, стал смотреть, он сразу ушел в православие и стал священником. А тот никому не говорит, где берет. Я думаю, это неправильно. Надо все-таки сказать. Я взял там-то, нашел такое сокровище. Что стыдиться-то? Он не говорит, что это лично мое, он так обтекаемо говорит. Бог дает. Но не говорит, кому дает. Я, если взял у баптистов ярлопестия, всем и говорю. Это ярлопестия сказал. И тогда на эту честность Господь еще больше изливает благодать. Поэтому преданию церковному, на которое ссылаются священнослужители, нужно смотреть во свете Библии. А для этого ты должен знать Библию на зубу. Был такой святой Кирилл Иерусалимский, я в вольном переводе даю. И он перед кафедрой вышел, перед народом и говорит, если слова мои не сходятся с Библией, не верьте мне. Кажется, понятно. Я говорю, непонятно только то, как сегодняшние священники могут сказать. Если слова мои не сходятся с Библией, значит, он должен сам говорить точно по Библии. А второе, научить прихожан Библии, а этого как раз нигде нет. И поэтому никто тебя не сверяет, и ни один священник этого не скажет. Вот это могут сказать баптисты, которые Библию считают. Они могут сказать слова мои не сходятся с Библией. А их уличить может тот, кто знает толкование. Тоже тупиковое. А кто знает толкование, правильно. А толкование правильное только то, которое не противоречит ни одному месту Библии. Вот адвентист седьмого дня, он взял в субботу. Все это заповедь, самое обширное в десяти слове, там много написано, буквы считают. Нет, не в этом дело. Что суббота вечная. А баптисты, суббота это временное, Бог убрал ее. Нигде не написано. Бог говорит, это вечное. Баптисты-то, когда слышат, они не поймут, то ли я за адвентистов, то ли за баптистов. Давайте, ребята, посмотрим. Следующий сии говорит. Все ветхозаветнее закон имел тень будущих благ. Как? Тень, тень. Понимаешь, вот тень, когда идет, и чем ближе, тем четко, ясно уже на руке отпечатывается. Наконец-то вместилось. Я их проспрашиваю, скажите, а вы верите, что в Ветхом Завете, что было сказано, имело прообразовательное значение на Новый Завет? Господь говорит, творю все новое. Теоретически, да. Я говорю, скажите, ягнята в Ветхом Завете на что указывали? О, тут все баптисты отвечают. Евангелие от Иоанна 1, 29. Вот агнец Божий. Правильно. Скажите, ягненка, когда приносили в жертву, на что ложили? На что ложили? Тут тоже отвечают, на жертвенник. Хорошо. Мы считаем в 37 главе исхода и написано. Ну, я к примеру так говорю. Жертвенник освящайте 7 дней, и все, что к нему прикоснется, освятится. Вы верите? Конечно. Так, Христос Агнец, Агнец. А на какую? Ну, он в жертву был принесен? Да, в жертву благоуханную. А где его положили? А где его положили? В гроб? Нет, не в гроб. Его в жертву принесли, в жертву Господу благоприятную, на кресте Голговском. Ну, правильно. Так это жертвенник или нет жертвенник? Если тот был, говорит, прикоснется, освятится, кровью ягнек пропитанный, а кровью Агнеца Божия Божественная, и для вас разницы нет, топтать, можно рвать, ломать. Вы думаете, что вы делаете-то? Вот для этого мы совершаем крестное знамение, а орудие на дьявол, для этого я крестник ношу, а что он тебя спасает? Не кощунтуй. Он не спасает, он напоминает об этом. Библия не спасает нас, она приводит нас ко Христу. Простые слова, и человек начинает маленько задумываться. Вы верите в это, что Христос говорил? О Христе сказано, вначале было слово, слово было у Бога, слово было Бог. Ну, конечно. А где слово Божие было в Ветхом Завете? А где? Закон Моисеев. А какой закон? Скрижали. Он пришел от Бога, принес от Бога. Первой рукой Божией написано, он разбил, а потом пришлось самому там сидеть, тесать. Но копия того, что было, он принес эту копию. И они хранили его. А где хранили? А где хранили? Я говорю, где? В ковщеге. В ковщеге хранили. Открываю место Писания, показываю. Так, Христос был в ковщеге. Мы говорим, вначале было слово. Ему имя слово? Слово. Где это слово в Новом Завете хранилось? Вот этого не знает. Божья Матерь, в очреве ее. В очреве, это ее ковщег. И поэтому над Божьей Матерью издеваться, это смеяться над ковщегом. А над ковщегом смеяться не позволено было. А почему? Не знаю. Так написано. Пятая глава, первая книга Царств. Вот, когда ковщег шел из плена, в это время, ну, валов было, жители бевсомиста заглянули. В ковщег не плевали, не ломали его, как иконы баптисты жгут, не жгли. Посмотрели и пошли опять сжать. И Бог убил 50 тысяч и 70 человек. 50 тысяч, я говорю, это даже в Сталинградскую битву цифра считалось. За что? Ответьте мне. Они не смеялись, они не гадили. Ну, ничего этого не написано. Зачем я буду придумывать? Написано, посмотрели и не порадовались. Они не должны были смотреть. Это должно быть завесы. И туда раз в год только первосвященник заходит. Ну, маленько рассуждайте. Я говорю, бетхозаветная суббота вечная должна быть. Повторяйте, суббота вечная, покой. Но где он был в данном завете? Вот тут все настораживаются. Суббота указывал на воскресенье. А как вы можете это доказать? 117-й Псалом. Везите, вяжите веруемую жертву. Жертвеннику. Везите. И дальше ведите ее. В сей день и же сотвори Господь. Возрадуемся, веселимся, вон и. Я по-славянски просчитал вам. Какой день? Мы возрадуемся, веселимся. У вас будет печать, возрадуйтесь. А вот этот день, три дня. Печаль ваша, как женщина рождает дитя, а потом забывает о скорби. Весь мир будет в печали. Это радоваться, а вы будете в печали. И возрадуйтесь, когда родится. Где родился? Христос воскрес из гроба. Так вот, я поставляю, Христос сошел в преисподнюю. А так как им надо доказать, что суббота действует, тогда им надо доказать, а да нет адвентистов, и души нету. Христос никуда не сходил. А баптисты знают, что он сходил в преисподние места. У них верное учение. Он сходил, и что он взял? Благовествовал, проповедовал. А где известно? Ну, 1 Петра 4, 6, 1, 19. Места Писанника, для того мертвым было благовествуемо. Каким мертвым? А нет, тогда преисподняя? Нет, преисподняя это земля. Земля, и все, больше ничего там нет. Яков говорит, сойду в преисподнюю. Считай 14 главу Исаии. Поднимаются, говорят, кто там разговаривает в могиле-то? Ну, 14 глава Исаии-то. Когда тебя похоронят, где там ты будешь преисподней? Евреи называли шоул. Так вот, Христос упокоился от дел своих. В какой день? Воскресенье воскрес он. Воскрес. Он продолжал трудиться для проповеди. На земле он трудился или нет? Благовествовал, ходил? Да. А почему вы думаете, что это не труд преисподней? И он воскрес первый день. Не знаем, в каком часу. Но что в первый день? Почему? Три дня. Чтобы получилось три дня, пятница, суббота, воскресенье. Три ночи не получается. А вы не забывайте, солнце погасло когда. Вот получается, три ночи. Как в очреве Ионы был. И не дастся другого знамения, кроме Ионы Пророка. Нам только об этом знамении надо говорить сегодня. О воскресении его. Вы верите? Так вот, теперь эта суббота перешла в вечный покой во Христе. Остается субботство. И субботик переходит в православие. Когда расскажут. Это православное толкование. Вы не... А вот, извиняюсь, добавлю просто к субботе. Вот одна иллюстрация. Я как-то недавно проповедовал на эту тему. И вот такое откровение. Книга Бытие. Казалось, исчитанная вдоль и поперек. И вроде известна. А вот мне было такое открытие, которое действительно наполнило мое сердце доказательством о том, что суббота вечна. Написано, творил Бог шесть дней. Было утро, был вечер. А седьмой день не было ни утра, ни вечера. И благословил Бог седьмой день. Это вечное пребывание Бога в покое. Закончилось творение. Творчество Божие в отношении земли. А субботу благословил. А дни творения было утро, был вечер. День первый, второй, третий, шестой. А седьмого дня нет ни начала, ни конца. Тоже хорошо. Хорошо. Но мы должны подчеркивать, что суббота это вечная заповедь. И она прообразно указывала на воскресенье. Это не эдикт Миланский, в котором там князь Константин сказал что-то. Нет. Почему? Да это всеобщее было. Первый день откладывать. И Павел говорит. Первый день собрались. Ну понятно, какой первый день-то. Вы думаете, ничего не надо. А он не был официально. Но День Победы в Советском Союзе стали праздновать через 20 лет. Его не было Дня Победы. Конечно, фронтовики праздновали. Сегодня интересный анекдот такой просчитал. Вы меня простите, что я слова говорю, такие анекдоты про День Победы. Мне хочется даже поделиться, сказать. Вот смотрите, сейчас минутку одну. Прямо просчитаю как День Победы. Вот. Это видишь, он перевернул их ногами. А, Б, Б, Г, Д. День Победы. Вот смотрите, довольно интересно. 50-е годы 20-го века. Шахтерский городок в Иркутской области. Сыльный разношерстный люд. Тут тебе и немцы, и бандеровцы, и власовцы, и просто зэки. Передовиком тогда была бригада Ганса. Да-да. Пленный немец двухметрового роста с пудовыми кулаками. Штурмовик СС. Боялись его мужики в бригаде, как огня. Но и работали, соответственно, хорошо. Что характерно, все фронтовики только воевали на стороне победителя. Планы перевуполняли. Был у немца дом, хороший дом, с железными ставнями. Которые, когда закрывались, дом на бункер становился похожий. Дверь тоже железная была. Зачем? А затем, что каждый год 9-го мая вся бригада его напивалась до изумления. И приходил он штурмовать дом проклятого фрица. Хоть шли все подручные материалы. Кидались и матерились до изнеможения. Но зато уж утром 10-го мая ставни открывались, примерно к 10-ти часам. Приползал первый воин. Сарапался в дверь и жалобным голосом шептал. Гарс! Дверь открывалась, оттуда высолась рука с граненым стаканом. Стакан выпивался, воин отбывал на место постоянной дислокации. Так продолжалось весь день. И каждый год по одному сценарию. Пока вся бригада не похмелялась. А уже 11-го мая все здоровались за руку и шли работать дальше. Я не знаю, дошло до вас это. Вы услышали, нет? Слышал. Нет, я не слышал, я первый раз слышал эту информацию. Ну, интересно. Ну, показательно, да, Дня Победы. Главное, сарапались дверь. И каждый отходил на свою дислокацию. Называют город и все. У нее работать умеют немцы. Да, но вот лютер-то их сбросил далеко-далеко. Он же и Якова, и я не принимал. Он четыре послания фактически не принимал. И послания Иуды, и откровения. Я с ветеранами очень близко знаком был. Я к лютеру отношусь как к самому хорошему человеку. В замыслах его было. Но что получилось из этого? Он мог свободно подойти к этому. И выпросить у них. И дальше было бы законно. Пошел иным путем. А сегодня католики, папа говорит, был бы живой лютер, мы многое от него приняли бы. Видите как? Поторопились. Самое хорошее, что перевел Библию на родной немецкий язык. Вот так. Я с разными переводами знакомился у немцев. Я у немцев выступал на немецком языке, проповеди говорил. И скажу, что лютерский перевод мне больше всех нравился. Очень хороший, высококлассный. Вот как в английском это Джеймса Короля, хотя он сам не переводил, но при нем было много переводов. Я тоже сверял и сколько мог. Это лучший перевод. Как у русских. Вот сейчас переводы разные, Касьяна делают там и каких-то другие. Близко нет и никогда. Я прошу вас, Юрий, не склоняйтесь на это. Согласны перевод другой русский только те, кто ничего на Иисус не знает. Его переводили в четыре духовные академии. Были переводчики, класса которого нет. Вот мы сидим, беседуем с Александром Менем, такой священник, которого убили-то. И я его... У меня аудио записано на моем сайте. И в 20-й главе есть, может выделить. Вот я ему говорю, он работает с оригиналами, евреи, породистый там такой. Я говорю, а могли бы переводить вот как Хвольсон, Давид Аврамович? Он сказал, да вы что, конечно нет. У него ума хватало сказать на это. Нет, конечно. Он еврей переводит, а сегодня по словарю слово и найдет. А вот метание, знает, что покаяние, Егова не так производится. Восемь раз Егова в Библии замолкните. У них гласных не было, можно было по-разному. Билли Грейм. А у русских Билли Грейм, Билли Грагом, Билли Грэхэм. А как? У русских говорили Гитлер, а у зарубежных писали Хитлер. Хи. Потому что это Гэ отсутствует. Это английское вообще альвеолное. Прикусить надо язык и издать звук. Ну нельзя привязываться к тому, что тебе не открыто. Надо широко смотреть. А вот что такое сектант? Это узло взгляда на истину. Он ищет истину, он любит Бога. Но узко. В субботу он дальше как танковая щель. Он зашоренный. Православие это ширина. Это все. Всех святых отцов до 20 века. И хорошее, где у сектантов мы все это берем. И показываем. Я пример ставлю. Возьмите Бойко Николай Евграфович. Я думаю, знаю, знакомый. Харева Михаила Ивановича. Я распространял их. Их проповеди. Что они говорят. И книга его была. Что мог баптистка я все распространял. Притом тысячами экземплярами. Когда они молчали. Потому что никто не знал как. А Бог мне позволил. Имея зарплату 72 рубля. Купить магнитофон Маяк. 320. 320 рублей стоило. 205 Маяк. 320. А у меня 72. И у меня 11 магнитофонов стоит. Оригинальность которого и 10 одновременно. Это какие надо было деньги? Я печник. Три нормы в день. И все деньги на дело Божие. У меня все время выработка была 280-300 процентов. Я неукротимый был в этом. А вы хвалитесь. Так есть чем хвалиться. Павел говорит. Хвалящееся хвалить Господом. Ты покажи веру твою. Говорит. Без дела. Я покажу. И сделай. Яков говорит. Что ты боишься. Я тебе пример показываю. Чтобы ты начинал работать. Вот начинает из-за десятины. Десятину платить. И все исчезнет. Это святая десятина. Я где бы не выступал всем говорю. Ты хочешь благословения? Ну да. Что такое? Ну он не понимает. Я говорю. Жена при тебе не изменяет. Дети растут. Скотина плодится. В государстве мир. Это благословение. А напротив. Все. Когда тебя дети проклинают. Первое благословение. Никогда не проклиная евреев. Благословляющий вас благословлен будет. 12 глава Бдия. И последнее. Ветхом взятии. Малахи. Вторая и третья глава. Проклятием вы прокляты. Вы не платите десятину. Бог говорит. Проклятием прокляты. Вы обкрадываете меня. А чем мы обкрадываем? Люди были такие же невежды. Тем, что десятиной приношением. И тогда в церкви не было бы ни торговли. Ничего не надо. Десятина. Я всем говорю. Да почему? Но я опять должен о себе сказать. Я услышал первый раз о десятине у баптистов. Но у меня ревность была. Я сразу мысленно решил. А я буду платить. Десять. И 53 года прожил. И 100 заработанных. 90 на дело Божие. А вы куда отдевали деньги? Первое время полностью отдавали баптистам. Так. Они подпольно издавали Евангелие. А они раздаются бесплатно. В этом бесплатно моя плата. Мы собирали громадные средства. И все относили к баптистам. К отделенным. Вот так. Надо широко смотреть на это. Это дело Божие. Они дело Божие делали. И поэтому Библиями. Мы имели связь со старшим председателем. Сизов кажется был тогда. Мы везли сюда. Везли просто не знаю. Все отделы милиции. Я бы ходил с огромными рюкзаками носил. Вот видите. У вас на все есть. Сипко. Я думаю знаете. Вот. Это Сизов. Николай Сизов. Общество биографическая книга. Да. Эти люди. Которые помогали нам по их цене. Которая у них назначена была. Мы. Вот. Слава Христу. Благодарю. Вот. Мы привозили и распространяли. И наши Библии. Которые мы раздавали здесь. Они были дешевле церковных. Почти в 10 раз. Мы только за дорогу оправдать. И мы сновали щелноками. Все прокуроры. Все имели Библию через меня. Я выступал когда. И приносил рюкзаками. Иногда помогали. И все. Так это почти бесплатно. Мы за столько купили у них. Баптисты не делали наценки никакой. Они честные очень. А православные доставали эти книги. Сразу делали наценку. Даже Библию Лопухина продавали за 300 рублей. Которые написаны бесплатно раздавать. Видите. Корысть. Главная болезнь в мире. Корысть и трусость. Как. Был такой диссидент. Он 6 сроков отсидел. Церковный историк. Краснов Левитин. Он потом был во Франции. Неизвестно. Как он погиб там. И он говорил. И моя родная православная церковь. Трижды больна этой коростой. Корысть и трусость. Трусость и корысть. Один раз услышал. Все кончилось. А я православный. Посты не хочу соблюдать. Мне посты православные. Вот так становится. Петров пост. Я привожу детей. В течение месяца. У меня сливки. Все есть. Я не могу ничего дать им. Даже растительное масло. Но я не могу нарушить. Почему православные. И вопрос снятый. Я должен заменить или дать другие. Дни, когда рыба положена. Там халва. Я все везу с города. У меня детский лагерь. Я 42 года. Начальник. Основатель детского лагеря. Тысячи детей подняты. Без помощи государства. Понятно? Да в любом государстве я рядом с президентом сидел бы. Люди какие идут. Какие честные. Нигде дедовщины нет в армии. Какие семьи образуются. А я гоним. И меня давят. И гнобят. Это моя награда. А если будет похвала. Я буду как Билли Грэм сидеть с президентом рядом. Я награду поменьше сделаю. Бог. Я так. Длатоуз говорит. Часть награды получил здесь. В удовлетворении. Бог дает награду за труды. А не за то, что кто-то обратится. Бог не послал нас обращать. А поведут по свидетельству. И сеющий и поливающий ничто. Надо смириться с этим. Меня спрашивают. Когда сколько обратилось. Понятия не имею. Я преподал чистое евангельское слово. А потом уйдут баптисты. Не мне решать. Потом мы встретимся. Я им разъясню, где они неправы. Я Богу должен довериться. А что? Баптисты не спасутся. Спасаю не я Бог. Но я должен сказать, где неправильное толкование. И сказать не спасутся не могу. А они Духа Святого не имеют. Ошибаетесь. Они имеют. Они признали Иисуса Господом. А никто не назовет, как будут только Духом Святым. Так? Так. Они имеют Духа Святого на засохе, на первой ступеньке. Дальше не идут. А дальше как? Ну а дальше надо знать историю церкви, иметь правильное толкование и идти. Я знаю болезнь. Как лечить ее? Значит, я немножко уточню. Значит, толкование или предание церкви надо всегда как бы сравнивать со Священным Писанием. Вот нужно. А предание ты можешь и не знать. Вот это вот. Вот толкование. Толкование. Новый Завет. Здесь все. Весь Новый Завет. От корки до корки. Притом в самом сжатом виде. Он тогда, когда толковал и касался всех, какие бы богомилы, там, новоциане, их нету. Я это удалил, а на это место дал расширенное понимание необходимости проповеди и любви к Слову Божию. И его Слово говорит, и так, Библия должна у вас быть в сердце. Я даю комментарий снова жирно. Библия должна быть у вас в сердце. И опять Библия должна быть в сердце. Опять маленько, и опять. Я просто вдалбливаю в мозги. Так вы зомбируете. Объясните, что это за слово. Объясните, когда начинает. Вот я одно и то же слово. Я толкую не Библию, а расширяю толкование. Обратите внимание, это православная книга. Православная. И эта православная книга говорит о том, что необходимо проповедовать. Необходимо проповедовать день и ночь. Я что придумал-то? Я ни одного слова не добавил. А вот Игнатьева учения, там, лапкинцы, священники говорят. Ну, мы ладно, поверим вам, там, епископы. Покажите где. Ни один по сегодняшний день не показал. У меня ни одна книга 38. Каждая книга 752 страницы. Меня ловить не надо. Любую книгу открывай, ты можешь наскрести. В каждой епархии сензорские отделы. Я им говорю, вы соберитесь в синодис, патриархом. Ну, книга 14 лет гуляет книги, и вы ничего не делаете. Ну, соберитесь. А есть, да, сензорские отделы собирались. Священники помогали распространять. Они их вызвали вплоть до снятия сана. Не помогайте. Почему? Ну, тебе сказали, зачем тебе. Но вы брали, исследовали. Я тоже хочу спастись. Ну, покажите. Да не надо это. Ты просто не распространяй. Ни один, ни одного слова не может сказать. А только мощи вы не посчитайте. Я посчитаю мощи. Я говорю, их нужно и все изъять, и с честью похоронить. Написано, прах, ты их прах возвратишься. А вот святые где-то сказали, сказали, велели вам резать. Нанотехнология в каждом доме мощи. Вы хуже даже тех зулусов, которые с двойным стандартом живут. Если я у соседа возьму дом, жену, корову, это хорошо. А если он возьмет от меня, это плохо. Так вот, мы сегодня должны рассуждать. Плохо, когда меня режут. Я не даю никому. Ни один святой не велел резать. Они прятались. Тайно умирали. А вы режете. Никто не давал согласия на это. Захоронить надо. Они сейчас замощен за меня. Вы сцепились там со всех сторон-то. И что интересно, у вас там есть Куратовский такой. Перешел из баптиста в православие. Я все надеюсь. Баптисты, такая волна будет. Любовь к Библии. Еще подобного. Он ухватился за мощи. И меня клеями только пришедший. Говорит, прокравшийся. И он меня долбит, который родился в православии. Что я мощи не признаю. Я еретик. Я волк. И он меня клеймит. Американский у вас в Америке. Зарядите просто. Скуратовский Виктор. И я ему такая переписка была прекрасная. Выслал книги. Даже копейки не заплатил. Знаю, что я в таком стесненном стоятельстве. Я могу сказать сегодня. У меня сегодня пенсия минимальная, как у бомжа. Мне не давали работать. Это 115 евро в месяц. 115 или 112 даже. Я и до единов, все даю на дело Божие. До рубля. А как питаетесь? А Господь меня питает. Картошка есть. От лагеря. Мука, крупа. Володя готовит. У меня все есть. Я вообще денег не знаю. Сундук с золотом. Я даже золотинки не возьму. Я не понимаю стоимости. Почему? А это концовка жизни. Как жил? Такое подстарость. Я не буду искать развлекательные картинки. Брат у меня идет. А там мужик один стоит у киоска и смотрит. Там журналы красочные. Плейбой. Там все. А другой подошел к нему по пищу и говорит. Да, опоздали мы. Тут в наше-то время. Сколько мы наблудили. Ой-ой-ой. А ты что услышал? Усиль подстарость. Жалуется на память. Вот хорошо у вас память. Я говорю, у памяти есть враги. А какие блуд? Он больше всего прожигает. Вот Людмила Плета об этом многое говорит. Вот проповеди у ней. Она говорит между нами девочками. Отцеломудрие. Если тебя Бог не сохранил, или ты сам себя не сохранил, поэтому закрепись на том, что есть. У тебя мозги дырявые. Тебе никогда не быть тем, кем ты мог быть. И зубы не дергай. Второе. В корешках зубов выделяется память. Я когда говорил, в Америке был, в стоматологическом, мне говорят, что попало? Я говорю, а я не знаю, почему так говорю. Я в разных университетах веду занятия. Мне нужна память. Я должен на память отвечать. И теперь, оказывается, шведские ученые много лет исследовали, и с каждым зубом выдирается, особенно версия челюсти, определенный процент памяти. А вы откуда знали? Ни откуда я просто не умом, а чувством понимал. Трогать нельзя корешки. У меня все корешки на месте. Женщин я не знаю. И поэтому еще удивляться. Все естественно. Поэтому и память. Все у меня есть. Полный арсенал. Да, это слава Богу. Я вот еще к этому хотел бы тоже узнать, вот как вы скажете. Вот соборы, да? Церковные соборы, вселенские соборы. Ну, они утверждены как семь соборов, да? Как бы вселенских. Семь вселенских, девять поместных. Ага, вот смотрите. История как бы говорит, что они проходили по-разному, да? И организованы были по-разному, и состав был разный. Часто с ересями определялись. Вот церковные правила, которые возведены в ранг закона, да? Вот непоколебимого в жизни церкви, вот православной. Почему так произошло? Одни соборы собирались, они отвергали предыдущие иногда решения. Потом соборы собирались, кого-то отлучали. И так далее, и тому подобное. То есть, как бы противоречий много в этих вот соборах. Но почему именно утверждены и возведены в ранг закона вот эти вот постановления, решения? Объясните. Объясняю. В первую очередь, не противоречий. Нигде противоречий нет. Это вы говорите, говорится, на слышке. Нету этого. Были соборы, которые названы разбойничьими. И на разбойничий собор, тут само название говорит, и их церковь отвергла. Вот у нас семь вселенских. А вы людей спросите, скажите, а известно, сколько правил-то? Скажут, да, известно. А вы еще вопрос додайте. Скажите, а на пятом соборе сколько правил? Ну, самое большое на Карфагенском, там 164, кажется. Апостольское 85. То есть, я сейчас могу сказать, все, выставьте. У меня статистика есть, где слово православие впервые встречается. На пятом вселенском сколько правил? Они никто не ответит. Почему? А не было правил. Там гремели мечи в зале. Там главенствующие пришли с воинами. А разве было такое? Было. Когда я на Златоуста гнали, не гнал не кто-то, а православный патриарх Феофил из Александрии. Патриарх. И он решил свергнуть царице Евдоксии помочь. Целый корабль привез там драгоценности. Ну, а теперь за него были, за Златоуста помогали три брата. Они все высокие ростом. Их называли Долгия. Но они были в пустыне. Ну, в пустыне, значит, надо их поймать. Ну, а как поймать-то? Он нанял воинов, напоил их и послал. А воины, это языческие. Они врываются там в монастырь. Где братья Долгие? А кто это такие? Да сейчас скрываете. Да мы не слышали. А там 170 монахов. Всех до одного убили. Идут в следующий монастырь. 10 тысяч убили. Это от патриарха. Патриарха православного. И его церковь не наказала и не отлучила. И умер патриархом. Да мало того, он эту заразу ненависти к Златоусту на своего племянника Кирилла, который потом канонизирован будет. Святой отец Кирилл Александрийский. Уже Златоуст умер. Когда его веревкой за шею тащили в ссылку. И он, не дойдя до ссылки к укусам в Каманах был. Умер. И он его не хотел в диптихе записать, как мученики. Марфирос. Почему? А потому что у него дядя Феофил. Вот это человеческое, как играет. И тогда дальше, говорит, предание, что Божья Матерь в видении явилась и сказала, запиши его. Это мой человек. Вот. Надо пересилить самого себя. И да, я не настроен был. Да, мне этот человек не нравился. Ну, не нравится. Я не могу объяснить, почему. Но говорит правду. И я ее возьму. Надо научиться. И поэтому, когда на соборах, говорят, были противоречия, были очень сильные. Но те соборы не принятые. В семь вселенских они не входят. Это я вам говорю. Ну, я составлял симфонию на соборные правила. Я три года отдал этим соборам. Я переводил эту книгу на русский язык. То есть, совершенно знаю. Знаю, о чем говорю. Противоречий нет. А все правила нужны. По крайней мере, я могу сказать о себе. Впервые сделал подсчет. Их всего 989 правил. Я спрашиваю про Писаров, ни один не знает. Даже Осипов. Вместе с Юстиниановыми декретариями. Все раз повторите, пожалуйста, сколько правил? 989. Но из них, действующих сегодня, 719 действующих. Остальные были временного характера. К определенному человеку. К Курдуве. Он умер, и правило это... Ну, там говорило, его надо принять. Из-за литийков. Ну, он умер, и оно... И раз, зачем оно нам? 719. Но дальше, кроме того, у нас в книгу правил входит 7 вселенских, 9 поместных. И 17 святых отцов, на кого ссылаются. Сейчас я могу сказать 13, потому что они меняют их. Лучше взять меньше. И всего действующих правил сегодня, которые не приложены даже 719. Из них 413 запишите. Из этих правил 719, которые должны регламентировать жизнь в церкви, 413 нарушаются ежедневно, повсюду, умышленно. 57 процентов, напишите. 57 процентов книги, руководства православной церкви нарушаются кем? Патриархам, епископам, священникам. И когда я это говорю, кричат, дайте нам, покажите, в каком соборе. Я давал это все. Я говорю, выполните первые три правила, и пока остальные не надо говорить. Пока не выполните, остальные давать не буду. Почему вы их не исследуете? У меня нет духовного образования никакого. Я не учился ни одного дня в семинарии. И считаю это преимуществом. Меня никто не корежил. Я самостоятельно в сравнении с Библией смотрел. Правила. Правила. Не то, что они в церкви. Василий Великий. 90 правил его. Правило второе. Женщина, посредством зелия, то есть травы и отравы, совершившая аборт, умертвившая младенца. Она раскаялась потом. Ее принять через 10 лет. И эти 10 лет разбиваются на 4 ступени. Первое. Когда она должна быть за дверями. Отверженная. И она не просто так. Я дождусь 10 лет, потом приду. Нет. На каждое богослужение. Снег, дождь. Это твое. И она должна одну четверть, два с половиной года там простоять. Потом ей разрешается заходить в храм. Теперь она будет слушать. Это слушающая. Потом еще припадающая. Два с половиной года. И последняя куп настоящая. Вот три срока, которые первые по два с половиной года. А они должны выходить, оглашенные выходить. И когда при счастье, они должны стоять в притворе. А последняя до конца стоит, но не прищищается. Но церковь усмотрела, что если человек кается с большими слезами, там, ну, все остальное, а одну треть разрешается снять срока, но не меньше. Ну, а если человек заболел, заболел смертно, определяет врач, к нему срочность священника, его надо прищастить. А прищищается только верный. А он, его отлучили на 10 лет. А есть такие, что на 18 лет, когда убил убийца, или волшебник, как Кашпировский, на 18 лет. А он заболел. Его только отлучили, а он заболел. И заболел смертно. Врачи говорят, он больше трех дней не прищастить. Обязан приехать и прищастить его. А он выздоровел. Сразу возвращается. Но он же верный, уже неважно, возвращается на прежний срок. Осталось 17 лет и 11 месяцев и 2 недели. Как мудро все. Если женщина неверная мужу оказалась, и она впала в прелюбодеяние, седьмой заповедь нарушила. Ее надо с соглашенными. Женщина на 12 лет отвечает, а мужчина на 7. Правила Васильевика, он знает правила несправедливые. Но по-другому пока нельзя. Понятно? И когда вдумаешься дальше, как разумно. Но ее отлучили. Она подошла к священнику и говорит, батюшка, я подчиняюсь закону, буду стоять. Но муж-то ходит в церковь. Он не очень верующий, но ходит. Он увидит, что я стою с соглашенными. Он догадается. Он убьет меня. И у церкви вышел канон. Она может стоять с верными, но не прищищаться. И он ее видит, она стоит. А когда прищищается, нет, он даже не знает. Она станет в сторонке с женщинами. А они в разных отделениях были. Церковь разделялась. Мужчина и женщина, как мусульман. Те, правда, в другом здании даже. Все законы нужны. Вот у меня приходил, ну, небольшой он руководитель у пятидесятников, барышников Алексея. И он говорит, у нас брат один, ну, вот, впал, седьмая заповедь. А проповедник-то хороший. Что делать? Ну, мы его отстранили пока. А на сколько, не знаю. Я говорю, ну, нам-то легко, у нас правила. На семь лет. Семь лет. Ну, ты спросил, я ответил, что спорить буду. Почему всем? Не я составитель правила. Если зеленый свет ехать, а красный останавливается, а почему красный? Ты узнал или нет? Я узнал. Красный свет виден на три километра, а зеленый только на полкилометра. Почему инфракрасные лучи дальше? И поэтому он опасный знак. Я это узнал. Я должен подчиниться ему, даже если бы не знал. И здесь. Почему? Да потому, что это более слабая натура и более строго надо ее держать. Как Сисидор Пилосиот говорит, чем строже относишься с женщиной, тем более она к тебе привязана. Тем более. То есть строго взыскивай с нее. Сам уже гляди. И вот так и здесь. Я по порядку начинаю разбирать правила на 10 лет. Я говорю, отлучите его. Да нет, мы решили на два месяца. Ладно. Он через два месяца опять в ту же нору. И опять приходит ко мне, что делать? За хвост и в яму. Все кончено. За пределами церкви. До страшного суда. Он разрешает. У церкви правила. Если священник нарушил эту заповедь, с него сан снимается. Но причаститься может в тот же день. И с неверными не выходит. Почему? Согласно книге пророка Иеремии, два наказания за одно преступление не дается. Пророк говорит. Он говорит, если меня отлучили за прелюбодение на 7 лет, я через 7 лет опять буду полноправный член общины. Буду проповедовать. Но уже священника меня нельзя будет ставить. А вот с него, если сан сняли, уже никогда не возвращается. И церковь решила. Отлучается. То есть сан снимается навсегда, но причащаться может. Почти как у баптистов. Не почти, а у баптистов, как у православных. Потому что кто быстрее, от того вышел закон. А то говорят, смотрите, пионерские лагеря. Да еще скаутские лагеря были. Алешка Сосаревич был в этом лагере. Это оттуда взяли. Ой, у вас какие-то сроки назначены. И должны быть поручители. У нас кто-то подаст заявление на крещение. Мы готовим до 3 лет. 500 академических часов. Такой общины вообще в мире никогда не было. Которые все правила исполняют. И которых запрещено к себе звать. Самое важное это. Мы уменьшаться можем. Но мы не можем пока еще, если 70 человек держатся. Если Господь нас благословляет и хранит. А если не хранит, напрасно строится. Напрасно бодрствует страж. Писание об этом говорит. И вот здесь. Если это Божье, оно устояло. И так надо придерживаться. Это каноны. Каноны это вехи на пути в Царство Небесное. Я ими занимался. Высчитал нарушения. И теперь долблю на этом церкви. А сколько у католиков? Не знаю. Я там не был. Я, чтобы разобрать, что в алтаре нарушается. Должен иметь хорошие связи со священниками. Родной брат Партаирей. Я узнал, что они в алтаре делают, нарушают. И все это включил туда, где надо бороться. Я на корабле. А любое, где не имеет священца, это не церковь. И они на доске плывут. Опять же. Ну вы говорите об аптистах хорошо. Они не спасаются. Повторяю, Бог спасает, не я. Но я должен показать, где они не правы. Вот и все. Игнатий Тихонович, мне тоже, конечно, ваше слово удивляет немножко. Мы иногда говорим, что евреям не в Моготу было нести закон Моисеев, разграниченный, регламентирующий всю жизнь их. И поэтому закон везде и всюду нарушался. И мы говорим там 630 вроде правил, которые нужно было исполнять, там запрещающих меньше, чем предписывающих, и наоборот. То смотрите, получается, что у церкви было выработано еще больше. И как под этим игом действительно сохранить и вот пройти в истории, ну невозможно же. Можно, я отвечаю. Это правила, в общем, монашеские, меня они не касаются. Для монастыря, допустим, всего правил 78. Достаточно это, где написано, за двор не выпускать, в каком возрасте принимать монашество. Они принимали 7-летних. А там написано вот такое, это священники при сетеране раньше 30 лет. Эти правила народа не знать, это дьяконы не раньше 25. В апотеяконы такое-то. Но апостол правил, говорит, не ранее 60 лет. Такая, такая, это умывал о стране. Многие принимали там. Это правило, это правило, тоже правило. И поэтому отдельное правило для священников. Отдельное правило для епископов. Отдельное правило, которое касается женщин. То есть эти правила касались отдельной категории. Они вместе составляют такое большое количество. Потому оно как будто пугают. На самом деле ничего нет. Ничего нет. Все евангельские заповеди. А не евангельские заповеди все повторены там. Допустим, чтобы мы не нарушали день воскресный, не работали, а ходили в храм. Чего плохого-то в этом? Посещали больных, ходили на благовестие. Мы это делаем, но они закреплены в правиле. Вот в правиле закреплены, повторяю, чтобы мужчина не носил женскую одежду, а женщину мужскую. Так это второзаконие, там такая-то глава, там такой-то стих. Правильно, пятая глава нашли, от прочитали. Но церковь еще это усилила. Усилила, что и на голове, и везде, и как это должно быть? Где? Какое одеяние показали? Ну, одеяние, посмотри на изображение Божьей Матери. Ну, как у мусульманки. Вот мы проехали по Турции 1650 километров. Эта страна ни с чем не сравнимая. И когда Россию делят, какая область отойдет Китаю, которая кому? До Москвы, это Турция отходит. Я долго не мог понять. Нынче я понял, почему именно туркам. Как они одеты, какое благоговение, какие они любящие. Мы православные. Мы 12 часов стояли на таможне, открыто молились. Тысячи людей нас видели, и они старались помочь нам, мусульмане. И где они дорогой едем? Мы едем дорогой, у нас 7 раз в день на молитву становиться. А у них намаз 5 раз. У нас 118 циталом, 164 стих. Семикратно в день прославляют. Где мусульмане, там и мы. И никогда они нас в обиду не дадут. У нас отношения на молитве строятся. Когда-то еще в советское время было. У нас с собой едем, у нас одеяло с собой. И в Баку пересаживаются. Ну, долго билетов не дают, но мы тут стоим и видим там отдельно такой момент, где билеты, сторонки в углу там места есть. Они расстелились свой дастархан на этот и молиться. Мы мгновенно расстелили одеяло и рядом. А они разувшим, мы все разулись, стали молиться. Милиционер-то сунулся. А тут мусульмане. И он нас не тронул. А так-то он бы начал, да нельзя, да то другое. Молятся мусульмане. И мы, нам это не баптисты, еще можно сойти там. Баптисты там руки сложат, там глаза зажмурят. Хотя Господь, говорит, возвел лощи на небо. Не закрывал глаза. У баптистов много вопросов. На всяком месте мужики должны поднимать руки. Мы и поднимаем их, а баптисты только складывают. То есть нарушение идет. Прямых евангельских указаний. Павел говорит, на всяком месте, чтобы мужики вознимали руки. Без гнева и сомнения. Я баптистам говорю, вы не поднимаете руки, значит, и вы в гневе находитесь на церковь. И в сомнениях, правильно ли идете. А мы без гнева и сомнения поднимаем руки. И в конце молитвы увидели, как мы поднимаем руки. То есть, пересмотрите кое-что. Нам не просто смотреть. Махина православия. И люди свободного мышления не способны. Вам легче работать. У вас Библия в руках. А я должен сначала авторитет Библии установить. Вот я вам, когда отвечаю, видите, я там разное хватаю, охота думаю, уйдет от меня Юрий, то я ему не скажу. Я благодарю вас, Игнатий Тихонович, за объяснение вот этих вопросов. У меня еще много вопросов остается. Так, если у вас будет желание, соберетесь все вместе. Вы легко это приобретете. Полное толкование. Я увидел реквизиты, где и как там эти вопросы решать, то я думаю, что когда жизнь и благополучие вопрос этот решится. Так что, если что, вы все равно на мое имя приберегите хотя бы эти три книги. Поговорим. Я могу дать счет, который у меня открытый на доллары, на евро, там по пять. Доллар по пять евро лежит. А лучше всего, кто едет в Москве, отдать около храма Христа Спасителя. Я сейчас согласую этот вопрос. У меня в Москве есть знакомые хорошие. Они время от времени ездят в Америку с Москвы. А я им перешлю. Да, я с ними, если этот вопрос согласую, если они возьмут на себя это как бы, то тогда уже я буду вопрос конкретно решать. То есть вот этот трехтомник обойдется по московским меркам на три с половиной тысячи, не больше. Какая это цена? Это с пересылкой вместе. Хорошо. Я это с ними согласую, потому что мне надо как бы уже с ними, чтобы с этого будем исходить уже. А потом тогда уже с вами этот вопрос решим. Пусть они выйдут на меня. В Mail.ru. Скажите, в Mail.ru. Страничку заведут, попросят на друзья. Я им дам свой адрес, реквизиты, и они свой адрес с индексом, с телефоном. Потому что мы должны телефон написать прямо на почтовом. Иногда хозяев дома нет, и она лежит, лежит посылка назад. Это уже мои потери. А у меня ничего нет. Хорошо. Сразу тогда почтальон позвонил, а они сами подойдут. Ну, благословения вам. Спасибо, Христос, и вам также. Спасибо вам. До свидания. С Богом. Всего доброго. Я вчера даже о вас упомянул, чтобы молились о нашей встрече. Хорошие у меня впечатления о вас остались. И мы ровно так говорим. И ничего нет. Я не привязываюсь никогда. Я вижу, если криво где-то идет, я могу вообще ничего не отвечать. Только слушать часами. Я благодарю вас. Благодарю за ваше расположение. Всего вам доброго. До свидания. Мы это что запускаем? Мы пройдет неделя. Через неделю мы отправляем вот это на свидание. Вы в Мородиши, там парализованный Сергей выставит. Вы своих братьев приведете, скажите, послушайте, о чем мы говорим. Скажи, я нигде баптистского не нарушил. Вы сами не успокойтесь, что вас не долбите. Хорошо. С Богом. До свидания.